МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День сотрудника МВД. Стражи порядка принимают поздравления 10 ноября. Горки через фонтаны и полигональный тигр. О проекте зимнего городка на площади рассказал главный режиссер Уссурийска. Квартиры детям-сиротам. Около 600 человек стоят в очереди на получение жилых помещений. Последний из УДГ. Литературный марафон продолжается в Приморье. Осенний призыв стартовал в округе. Сегодня на службу из Уссурийска отправились 22 человека. Впереди их ждет распределение по частям Дальневосточного военного округа. Виктория Калинина продолжит. Раннее утро, но у военного комиссариата Уссурийска многолюдно. Здесь родственники и друзья парней, которые сегодня отправятся отдавать долг родине. В округе начался осенний призыв. Семья Моисеенко провожает сына. Говорят, служить их Михаил хочет и надеется в рядах вооруженных сил быть водителем. В принципе, я спокойна. Я в нем уверена. Отслужит. Может быть, даже заключит контракт. У него настроение такое и желание есть. А вот и сами новобранцы. Эти 22 человека первыми в Уссурийске отправятся служить нынешней осенью. В целом же до конца декабря таких парней будет 140. Но для начала напутствие и слова поддержки. У вас появится масса друзей, у вас будет масса знакомых, товарищей. Вы окрепните физически, вы окрепните морально. Знаете, что мы вас здесь ждем. Возвращайтесь. Уссурийцы это особая каста, это особые воины, так будем говорить. На ваши плечи ложится ответственность защищать свою родину. За код службы вооруженных силах Российской Федерации вы многому научитесь. Узнайте, что такое армейское братство и настоящая мужская дружба. Повысите уровень физической подготовки, закалите характер, станете ответственными и дисциплинированными. Возрослая жизнь начинается именно там. То есть ты начинаешь отвечать за себя, за других людей. Тебя отрывают от твоих друзей, от твоей семьи. Ты там совсем один. Но знаете, наверное, самое дорогое, что там приобретаешь, это друзей, товарищей, с которыми на самом деле проходишь очень сложную дорогу. В зависимости от состояния здоровья, эти парни отправятся в разные рода войск Дальневосточного военного округа. Пока же у них считанные минуты обнять родных и близких. Их уже ждёт автобус, который отвезёт на сборный пункт во Владивосток. Вот и мама Марина напоследок обнимает своего Мишеньку. Семье ждать сына целый год. Все служили по войску, да? Долго. Отечество дать обязательно нужно. Отец служил, дед служил, мама служила. Теперь сын пойдёт служить. Виктория Калинина, Алексей Шиповалов, Телемикс. Усиление антиковидных мер, введение кодов и штрафов – первые темы на повестке каждого дня. За соблюдением новых правил следит административная комиссия. Подробнее о её работе и общей ситуации в округе нам рассказали в администрации Уссурийска. В связи с ухудшающейся обстановкой в плане распространения коронавирусной инфекции на территории Примёрского края административная комиссия продолжает мероприятия по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли, общественного питания, транспорта и других сфер услуг. К мероприятиям ежедневно привлекаются сотрудники ОМВД и Росгвардии. Ежедневно в мероприятиях задействовано до 10 комиссий в рабочие дни и до 7 в выходные. В ходе проводимых рейдов проверяется качество и своевременность мероприятий по дезинфекции объектов, соблюдение персоналом и посетителям масочного режима. Проводятся профилактические разъяснительные бизеты, в том числе о необходимости вакцинации. За неделю проведено 89 проверок объектов общественного питания, 11 проверок объектов физической культуры, 2 объекта культуры. За нарушение запрета на работу после 23.00 составлено 3 административных материала на прошедшей неделе. Также за прошедшую неделю комиссиями в общей сложности составлено 67 протоколов по статье 26.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении физических лиц и 8 материалов в отношении индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, юрлиц. Протоколы составляются в случае выявления грубых нарушений, таких как неиспользование работниками и посетителями объектов сферы услуг, средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких, например, как ненадлежащее санитарное состояние объекта. В случае выявления нарушений, которые не несут угрозы жизни и здоровью граждан, например, отсутствует где-то затерта социальная разметка или отсутствует отметка о дезинфекции в журнале, допустим, за текущий день при этом к санитарному состоянию объекта нет претензий. Как правило, комиссия ограничивается устным предупреждением. Вообще, с сентября месяца, после усиления режима, ежедневно комиссиями на объектах составляется где-то до 10-15 протоколов. Ну, в числе нарушителей в основном объекты торговли, общественный транспорт. По поводу внедрения системы QR-кодов. Пока система у нас официально должна быть на объектах общественного питания, в объектах физкультуры и спорта и культуры. Как проверяются QR-коды? Легитимными они являются только при предъявлении самого этого QR-кода, скачанного с госуслуг. А работник учреждения, будь то администратор, может быть официант, прежде чем обслужить клиента, должен, обязан проверить у него наличие QR-кода. Программа скачивается бесплатная с интернета по сканированию QR-кодов. Ну и применяется оптическая система, то есть наводится на QR-код объектив камеры, и там высвечивается его подлинность. Стражи правопорядка отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Это те люди, которые ежедневно спасают жизни других. И даже сейчас они на посту. Среди полицейских немало женщин. В гости к одной из них отправилась наша съемочная группа. Линейный отдел полиции Уссурийска. Дежурная служба и хрупкая женщина на посту. Это Алена Орлова. Десять лет ее жизни связаны со службой в органах внутренних дел. Девочка мечтала работать на железной дороге. И работала. До поры, до времени. Как уволилась с железной дороги, искала стабильности и попала в полицию. Сначала попала в ППС, патрульно-постовую службу. Затем какое-то время работала в штабе. И потом меня пригласили делопроизводителем. По иронии судьбы, именно в линейный отдел полиции. От железной дороги ушла недалеко. С насыщенной интересной работой пришли ночные дежурства. Необходимость развивать совсем не женские навыки. Лейтенант Орлова в стрельбе готова. Волевое выражение лица. Ни секунды промедления. Четкость действий и никакого шанса на ошибку. Все это тоже про Алену Орлову. Инспектора полиции, которая стреляет едва ли не лучше всех мужчин в отделе. Она участник городских, краевых и региональных состязаний. Да не просто участник, а призер. Когда я пришла в полицию, попала в учебный центр, меня направили. И там, взяв в руки оружие, я поняла, что это мое. И попробовав раз стрелять, влюбилась. А если по любви, то всегда на поражение. На этой тренировке из четырех попы так все в десятку. Как и на последних соревнованиях. В линейном отделе полиции к профессиональному празднику устроили спортивное состязание. Сотрудники нашего отдела уделяют большое внимание физической подготовке, так как это необходимо для хорошего несения службы. И в связи с этим были проведены соревнования, посвященные Дню сотрудников органов внутренних дел. По трём видам спорта. Стрельба, настольный теннис и гири. И вот награда для героини. Получить грамоту из рук начальников в профессиональный праздник всегда приятно. Кубок займёт почётное место среди других медалей. А радостью непременно нужно поделиться с близким человеком – дочерью. Чего занимаешься? Какая молодежь, что-то приготовила. Работа мамы приучила ребёнка-подростка к самостоятельности. А в профессиональный праздник девочка встретит своего лейтенанта приятным сюрпризом на уютной кухне. Но это уже другая история. Ольга Муравьёва, Роман Адонин, Телемикс. Впереди вас ждёт короткая реклама. Не переключайтесь. Далее в эфире. Горки через фонтаны и полигональный тигр. О проекте зимнего городка на площади рассказал главный режиссёр Уссурийска. Квартиры детям-сиротам. Около 600 человек стоят в очереди на получение жилых помещений. Последний из УДГ. Литературный марафон продолжается в Приморье. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Праздничным настроением скоро можно будет зарядиться на Центральной площади. Каждый год создатели зимнего городка удивляют жителей и гостей Уссурийска новыми локациями и украшениями. В этот раз тоже разработали целую программу. Есть идеи, которые воплотят здесь впервые. Подробности смотрите далее. Центральная площадь Уссурийска пока пустует, но совсем скоро здесь закипит работа. Приступят к строительству праздничного зимнего городка. Главное новшество в этот раз – три горки. Одна на привычном месте, а две – над фонтанами. Две таких перекидных будут горки. То есть заходить нужно будет с этой стороны и спускаются туда, в сторону ёлок. Там у нас зеленённая часть. Она будет вся террасной доской заложена. То есть ребёнок скатился, скат заканчивается, и потом он поднимается по лестнице, либо обходится с этой стороны. Здесь будут такие две большие башни, освещение. Борта там тоже высокие. То есть задача какая – сел, съехал, по лестнице там поднялся. Все, кто идут, могут подниматься по лестнице здесь. Площадка, которая надстроена фонтаном, она будет усиленная. И то есть скопление людей на одном месте, там более 30 человек, она выдержит. А между горками разместят фигуру символа года – интересную, полигональную. Это металлический каркас, внутри полностью установленные сваи. И он в виде геометрических проекций будет повторять форму тигра. В центре площади, как уже несколько лет подряд, главная ёлка уссурийска и каток вокруг неё. Причём праздничное дерево в этом году будет новым. Срок использования прежней искусственной хвойной красавицы истёк. Мы ёлку покупали ровно пять лет назад. И в связи с тем, что у неё выходит пожарная лицензия, есть экспертиза того, что два нижних яруса уже непригодны для использования. Мы за безопасность. Для нас важно то, что оно будет находиться в самом эпицентре. И мы понимаем, что данная конструкция опасна к опрокидыванию. Снизив риски, принято решение, что необходимо заприобрести новую. Уссурийский зимний городок уже немыслим без ледяных фигур. Под них отведут отдельный участок на площади. Некоторые сделают просто для красоты, другие можно будет активно изучать и использовать для оригинальных фотографий. Огораживать скульптуры не планируют. Как только мы стали открывать леера, лёд наконец-то стали уважать. То есть, когда у ребёнка или у взрослого есть возможность его потрогать, люди стали больше его ценить, что ли. И ледовые фигуры стали не так быстро ломаться, как раньше. И в этом году у нас ледовые фигуры будут направлены только на детей. Потому что делать какие-то гигантские лабиринты из-за льда мы в этом году не будем делать. Чаши вот эти? Чаши убийцы тоже нет. Причём всё оформление посвятят сразу нескольким темам, в том числе 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева. В честь исследователя возведут отдельную фигуру. Эскиз уже утверждён. А для юных посетителей городка подготовят интерактивную таёжную площадку. И мы делаем такой большой-большой интересный внутренний комплекс, куда детки смогут залазить и попадать в такой тоже сказочный лес. И где-то какими-то крупными буквами, крупным шрифтом можно будет увидеть, как, допустим, звуки произносят животные. Ну, это такая больше интерактивная история для детей. Не оставят уссурийцев и без новогоднего шоу на открытии зимнего городка. Основная концепция – сказки народов мира и встреча Арсеньева с Тайгой. Подготовка уже началась. Задействовать в масштабном представлении планируют почти 200 человек. Шоу – это элементы света, это элементы пиротехники, это элементы холодного дыма, тумана и всего остального. Это всё будет задействовано. И мы вокруг ёлки будем выстраивать специальный постамент для того, чтобы наши хореографические коллективы, на льду они у нас не танцуют, но смогли показать своё творчество возле главной ёлки. Но и после открытия праздники на Центральной площади продолжатся. Жители и гости Уссурийска привыкли, что дважды в день в течение всех каникул народ развлекают спектаклями, конкурсами и концертами. В этом году придумали ещё один вариант активности в городке. Мы будем частично закрывать часть катка, и там будут проходить в определённое время занятия с детьми. Это будет абсолютно бесплатно. Любой желающий может прийти с своими коньками или взять в прокате коньков коньки. И вообще абсолютно комфортно чувствовать себя на территории городка, сам научиться каким-то навыкам. Опыт показывает, тёплый свет создаёт атмосферу праздника. Потому особое внимание уделяют огонькам разных форм и размеров. Причём некоторые гирлянды будут гореть круглосуточно, а украшения на участке улицы Плеханово будут выключать в полночь, чтобы не мешать сну местных жителей. Организаторы постарались продумать всё до мелочей. Говорят, это даёт свои плоды, особенно если обратиться к данным из наших гостиниц. Нам даже показывали статистику, что из Хабаровска люди приезжают с семьёй и живут три дня. И вот у них маршрут посещения – это городок, столовая, гостиница. Торжественно открыть зимний городок на Центральной площади Уссурийска планируют 24 декабря. Чтобы успеть в срок, преображением общественного пространства займутся уже с конца ноября. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Шесть детей-сирот заедут в свои квартиры в новостройки в декабре. Сейчас таких людей, которые стоят в списке на получение жилых помещений, около 600 человек. Часть из них обеспечат сертификатами на покупку квадратных метров. Подробности смотрите в нашей постоянной рубрике «Телеконсультант». Напомним, вопросы вы можете задать по номеру телефона 33-72-74. Слышала, в этом году многим сиротам удалось получить ключи от квартир и сертификаты на покупку жилья. Подскажите, будет ли проводиться такая работа в 2022-м? Да, надо понимать, что полномочия администрации Уссурийского городского округа на приобретение таких квартир – это переданные полномочия. Изначально эта задача стояла на правительстве Приморского края. И в настоящее время, помимо нас, соответственно, и также правительство Приморского края занимается приобретением квартир для детей-сирот. Нам выделены денежные средства на приобретение семи квартир. Однако, учитывая необходимость, потребность наиболее острую, важную в приобретении большего количества квартир, потому что мы понимаем, что этого явно недостаточно для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся детей-сирот в жилых помещениях, мы изыскали возможность, обратились, нам выделили дополнительные денежные средства на приобретение квартир. И в этом году мы вместо планируемых семи приобретаем 12 квартир. Понимаем, что это явно недостаточно, и свои усилия в этом направлении будем наращивать. И в следующем году мы рассматриваем вопрос о том, что, конечно, эта цифра будет у нас только расти. Будем контактировать и взаимодействовать с правительством Приморского края, получать необходимые финансирования. Литературный марафон в Приморье. К 120-летию Александра Фадеева библиотечная система края решила запустить акцию по прочтению романа «Последний из УДГ», где описываются действия, происходящие в Гражданскую войну начала XX века. Далее вы можете прослушать одну из глав произведения. В Приморском крае организована широкомасштабная культурная акция под названием «Александр Фадеев. Нон-стоп. Последний из УДГ. Читаем роман». Акция предполагает чтение глав из любимого романа писателя «Последний из УДГ» известными людьми из разных сфер. «С самоуверенностью у тебя, Петя, извиняюсь на десятерых, а на что она опирается, неизвестно, — говорил Алеша поздним вечером, стягивая сапоги со своих маленьких ног, любуясь новыми полотняными портянками». «Это тебе кажется», — улыбнулся Петр. «И кажется тебе потому, что ты сам колеблешься по всему фронту. Да-да-да, азарта прежнего в тебе нет. Жизнь тебя многому научила». «А тебя ничему». Алеша сердито задвинул сапоги ногой под кровать. «Мы же условились не ругаться», — засмеялся Петр, из-под лобья взглядывая на него. «У тебя еще есть возможность выступить на Корейском съезде и сказать, вот, мол, что, друзья, хунхузу будут вас палить и резать, а мы будем смотреть на вас да сочувствовать. Помогать вам мы ничем не можем». «То ты обретешь союзничков». «И демагог же ты, честное слово», — Алеша безнадежно махнул плотно своей ручкой. «А что это за сиделка все вертится тут возле тебя, чернявая такая?» «Сиделка». Петр представил себе весь ход Алешкиных мыслей и улыбнулся. «Ах ты, Алешка!» Некоторое время они лежали молча, каждый чувствуя, что другой не спит. «Как тебе кореяночка понравилась?» — снова спросил Алеша. «Хорош, — каплуну смахнулся Петр. — Придется Соне написать. — Да я и не думал того, что ты думаешь. Я в общественном смысле спрашиваю? — В общественном смысле она не из той породы, чтобы на оттеночках жить, — зло сказал Петр. И я ее понимаю. Чего стоит человек без металла в душе? «Поди того же, что и человек с металлом в голове!» — ехидно сказал Алеша. Они снова замолчали. «А ты знаешь, что мне показалось?» — зевая сказал Алеша. «Будто дочка Костенецкого на тебя обиделась». «Ты думаешь, живо?» — спросил Петр, обернувшись к нему. «Конечно. Девочка к тебе же с перевязкой, а ты на нее как зверь». Петр некоторое время внимательно вглядывался в Алешу. «Не подозревает ли тот чего-либо?» «Нет». Алеша не подозревал. «Что ж поделаешь, не всегда есть время деликатесы соблюдать, — угрюмо сказал Петр и отвернулся. Алеша скоро уснул, а Петр долго, грузно лежал, глядя в темноту перед собой. Он все вспоминал, как Лена в белой косынке стояла посреди комнаты с амалированной коробкой под мышкой, и то жалкое выражение, которое появилось на лице Лены, когда он грубо ответил ей. «Почему я так поступил?» — спрашивал себя Петр. Девушка нравилась и продолжала нравиться ему. И все было естественно и просто до той ночи, когда он стал обнимать и целовать ее. А после той ночи все стало неясно и непросто, потому что он увидел свои возможные отношения с Леной глазами других людей. Лена, бывшая сейчас милосердной сестрой, дочерью всеми уважаемого своего доктора Костенецкого, сразу поворачивалась в глазах у мужиков, как чистенькая городская барышня, путающаяся, да еще и в такое время, с председателем Ревкома. И когда Петр видел Лену этими глазами, он сомневался в подлинности своих чувств к ней и жалел о том, что произошло между ними. Но он чувствовал, что поступил нехорошо и был недоволен собой. «Нет, это надо как-то исправить», — говорил он, мрачно глядя перед собой и с нежностью представляя себе ее глаза. Тяжелую косу, продолговатые детские ладошки, даже эту эмалированную коробку, но так и не представляя себе, как это можно исправить. Несколько минут Петр постоял над холодным ужином, раздумывая. Только шаги Лены зазвучали в обратном направлении, он открыл дверь и вышел в коридор. Лена в своем коричневом сарафане с полотенцем через плечо испуганно отпрянула и искоса дико взглянула на Петра. «Простите меня, если вам неприятно это слышать», — решительно сказал Петр, — «но вы не в обиде ли на меня?» «Я? В обиде на вас?» Лена удивленно подняла свои широкие темные брови. «Странно даже слышать это от вас. Ведь вы олицетворяете собой целое учреждение. Разве можно обижаться на учреждение?» «Значит, правда, обиделись», — утвердительно сказал Петр и с улыбкой взглянул на нее. «Я... я пришел просить у вас прощения. Я, возможно, грубовато обошелся с вами в прошлый раз. Это вышло непроизвольно, в силу большой занятости. Да это и вообще в моем характере. Забудьте это!» «Так вот вы о чем», — протяжно сказала Лена. Некоторое время она, облокотившись на подушку, молча смотрела мимо Петра. Видеозаписи с чтением глав будут отправлены в адрес Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького, где будет сделан сводный видеоролик, сводный, можно так сказать, фильм с чтением всех глав этого романа. И данные видеозаписи можно посмотреть также. Они будут опубликованы на официальном сайте Краевой публичной библиотеки имени Горького. На сегодня все. Напомню, все сюжеты вы также можете найти на сайте telemix.tv и в профиле сети Instagram. В студии работала Анна Клыга. До свидания.